Очередная посылка из Китая. Даже вот так вот немного не влазит кадр. Такая вот средненькая. Не скажу, что очень большая, но средненькая. И здесь у нас должен быть дождевик для мотоцикла. То есть, когда идет дождь на мотоцикле, вы одеваете и не мокнете. Дошел мне за 30 дней. Это еще с учетом того, что там с продавцом я общался на следующий день. Потому что того дождевика, который я заказал, у него не оказалось. Пришлось заказывать другой. Вот. Надо сейчас его аккуратненько открыть, не повредить. А вроде аккуратно открыл и не повредил. И состоит он из двух частей. Это штанишки, это куртка. Ну, что-то как-то, вот я не знаю, не очень похож на дождевик, во всяком случае, на вид. Купил дождевик не у продавца, у которого я обычно тарюсь мотоэкипом. То есть, там, перчатки, налокутники, наколенники и все остальное. Купил его у другого. Почему? Потому что вот этот комплект 1000 стоил. А у того продавца, у которого обычно я покупаю, в наборе у него такого не было, чтобы сразу типа там вот и штанишки, и куртка. У него отдельно штанишки продаются, отдельно куртка. И по 600 гибасов. И получается на 200 гривен дороже. Плюс, у него они серые. Этот цвет я тоже не такой хотел. Я заказал у продавца цвет кислотно-желтый, чтобы подождю, сдалека был ты заметный. То есть, когда вот ехал, чтобы меня там сдалека водил и видели, что что-то там едет такое вот кислотно-желтое. Но у него их разобрали. Во всяком случае, размер, который я заказывал. А это самый большой размер, который у него был, я заказал. И он мне написал, что извини, дорогой, такие вот желтые закончились. Есть вот или серый, или голубой. Какой хочешь. Я говорю, хрен с тобой, давай голубой. Ну, он такой какой-то очень светлый, голубой. На картинке был поярче. Ну, да ладно. Давайте откроем и посмотрим. Да, кстати, это Войсейвэ. То есть, практически у меня больше половины мотоэкипа. Вот это Войсейвэ. Открываем и смотрим. Это что такое? Это что за покемон? Ни хрена не понял. Но очень интересно, что это за пакетик. Пакетик. Возможно, в этот пакетик можно все штаны затолкать. Но это было прикольно, чтобы они так вот помещались в такой маленький пакетик. Материал начинает смахивать что-то вот на плюенку или пленку. И вот они сами штанишки. Это у нас с размером нарисовано. Размер нарисован XL. Ну и китайский XL. Европейский, америкосовский XL. Я сейчас примеривать не буду. Здесь вот вставочка такая у нас серенькая. Сейчас я чисто по размеру, по длине прикину, подходит мне или нет. Ну и по размеру подходит. Я даже их примерил за кадром. Здесь вот даже вот такой вот карманчик есть. Нахрена он нужен? Я не знаю, но он есть. А по длине и по размеру, как говорят, по Пандопула, как по мне шито. Прям тюльжиков тютельку. Ни маленькие, ни большие. Как раз мой размерчик. Это отлично. Давайте посмотрим на кушку. Это уже помодней пакетик у нас. Открывается и закрывается. В культке тоже есть такой пакетик. Я не знаю, сомневаюсь, что вот этот маленький мешочек можно его затрамбовать. Я, конечно, попробую за кадром, но что-то мне сомнение берут. Вот такая вот тоже курточка. С замочком. С кармашеками на замочках. Здесь, а второй есть. И по ним. Да, вот у нас второй есть карман. Два кармана, всё как положено. Здесь у нас даже вот такая вот сеточка, чтобы мы не потели в нём. То есть вентиляция. На что у нас, кстати, такого нет. Это у нас клёпкий шум. Сомневаюсь, что он на шлем належит. Но он есть. Что у нас тут по размерам? Тоже XL. В средине у нас такая вот есть сверху прокладочка из сеточки. Ну, чтобы мы не потели её. Это что-то выход спереди. А, это не спереди. Или спереди? Нет, это выход сзади. Это на спине у нас такая вентиляция. Отвините. Я думал, это спереди. Нет, это сзади. На спине у нас вентиляция. Давайте сейчас их за кадром примерю. Ну, по длине тоже всё отлично. И по длине, и по ширине, и по длине рукавов всё нормально. Но, есть такое одно но. Это я всё примерял на футболку и на шорты. Я не знаю, как она будет сидеть. Когда я буду в штанах и в куртке, надо будет сейчас это всё примерить. И, возможно, даже сейчас я вам это всё покажу. Как она на мне будет сидеть, когда я буду одет в штаны и в куртку, а не в шорты и в футболку. Ну, и вот так вот выглядят дождевик в комплекте. Всё налезло отлично. На куртку сверху я наделал, на штаны. Тут ещё место есть. Можно ещё на что-нибудь на толще девать. Как защищает от дождя, я не в курсе. Под дождём я как бы ещё не ездил. Когда поезжу, потыкаю на тишусь. Вот так вот перестри выглядит. Здесь, кстати, даже карманы вот они в средине есть. Вот они один. Могин второй. Нахрена не знаю, но есть. На этом, в принципе, всё. Сорян за хреновый звук при демонстрации дождевика. Я думал, что камера запишет у меня нормальный звук. Но хрен я угадал. И результат вы слышали. Ещё раз звеняйте. Кто хочет себе такой дождевик, ссылку оставлю в описании под видео. Переходите и заказывайте. А кому понравилось видео, ставьте лайк. И подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить очередное видео. Да, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы вам приходили оповещения. Да. Продолжение следует...